да она интересна она достаточно интересно рулится у нее намного интереснее работает подвеска оценить эту машину с точки зрения спорткара я считаю будет неправильно объясняю почему потому что ferrari gtr и porsche это абсолютно другой мир это абсолютно другие цифры эта машина должна безумному водителю давать огромное количество адреналина в городских условиях при том что он каждый день на ней ездить это та самая машина который не стал nissan gtr по сути когда сделали nissan gtr сказали что это спорткар на каждый день на каждый день на нем неудобно ездить каждый на неудобно и те люди которые тестят эти машины говорят что здесь о какой-то космический двигатель о там супер супер разгон у нее какие ощущения потрясающие это это демон это монстр это пушка это пуля нет это нормальный двигатель с мощностью 260 лошадиных сил который едет но не больше истории м-серии 33 года сказать что это верхушка не могу потому что я считаю что был мотор в 10 который выдавал 507 лошадиных сил атмосферный мотор работал как часы это 44 с двумя турбинами максимум что они сделали они усилили этот двигатель и поставили две турбины они не сделали ничего гениального этот мотор топорный он ничего из себя не представляет это ничего интересного вот по сути в этом моторе они нам не сделали не принесли если бы этот мотор выдавал 800 лошадиных сил да наверно было бы чего-то там какое-то понимание с точки зрения до мощности этого нет про эту машину можно рассказывать очень долго но про эту машину не нужно рассказывать очень долго тем к сожалению у кого инки были потому что разница не колоссальный опять вот это а и и и и